Дорогие братья и сестры, сегодня на библейском портале Экзегет мы вспоминаем святого Иоанна Русского. Он назван русским, но только вот русские люди не очень-то помнят его. Его долгое время помнили турки, мусульмане, разумеется, армяне, хорошо помнят его православные греки. А вот у нас, кстати, первый храм в честь святого Иоанна Русского, он появился всего лишь в 2003 году. Представляете, как поздно мы почтили память этого праведника? А ведь не зря он носит именно русского святого. И давайте вспомним, что же это за удивительный такой святой. Он родился в 1690 году на землях войска Запорожского. Это Гетманщина, и сам он сын запорожских казаков. А казаки долгое время были достаточно таким вот вольным народом. То нашим, то вашим, то тем служат, то этим. И уже достаточно поздно они вступают в царство русское. И вот в этой среде этих вольнолюбивых казаков рождается Иоанн. О его детстве мы почти ничего не знаем. Но мы знаем, что он стал рекрутом, попадает в войско Петра Первого. И ничего хорошего это ему не предвещало. У нас и сейчас-то, когда срок службы не такой уж большой, многие ноют, что-то там вот жалуются, не хотят исполнять этот гражданский долг. А в то время стать рекрутом, это уже точно не предвещало ничего хорошего, потому что срок призыва был пожизненным. И только спустя несколько десятилетий срок призыва сократился до 25 лет. Потом прошло время, сократился до 20 лет. И так еще до 15, 12, и потом до 7 лет сократился в царское время. Но Иоанну русскому предстояло воевать всю жизнь. И вот он становится участником знаменитого прудского похода, который возглавлял Петр Первый. Вообще-то, это мы знаем, это русско-турецкая война. Русско-турецких войн было достаточно много. И, как правило, все наши войны завершались победой русского оружия в войне с турками. Примерно там в три или четыре раза больше было побед у нас, нежели у турок. Но вот прудский поход, он завершился достаточно плачевно, потому что русские войска оказались прижаты к реке Пруд. Это примерно 75 километров от города Ясы, в Молдавии в то время. И со всех сторон окружены значительно превосходящей и татарской конницей. Татары были помощниками, так сказать, турецкого войска. И огромное турецкое войско никак не удавалось. Но, конечно, мы так подробно не будем это обсуждать. Турецкие войска, сколько ни предпринимали попыток атаковать, не могли разбить наше войско. Но заканчивались боеприпасы и закончилось продовольствие. Так что Петр Первый в какой-то момент уже, это вообще 1711 год, и Иоанну Русскому тогда 21 год. Он достаточно молодой такой вот человек, полный жизненных сил. И оставалось либо вот идти на прорыв, и Петр Первый даже говорил, что тогда вот ценой своей жизни мы будем предпринимать прорыв. Либо же попытаться заключить мир, и был заключен мир, турки пошли на этого. Но в результате вот этих многочисленных столкновений в руках у турок оказалось много наших пленных. И вот Иоанн, вот этот вот простой русский воин, попадает тоже туркам в плен. Его непосредственно захватили татары. Татары продают его туркам, и там он становится рабом у турецкого военачальника Аги. Вот так вот в житиях обычно упоминается его имя Ага. Но можно считать, что Ага, вот как говорят об этом источнике, это вообще название, наименование начальствующих турецких лиц. И вот этот вот Ага, к которому попадает святой Иоанн Русский, он был начальником турецкой кавалерии. И он привозит Иоанна к себе на родину, в город Прокопион, ныне это Ургюб. В Малой Азии это область Каппадокия. И вот какое удивительное дело, что Каппадокия – это такая область на земле, которая дала очень много святых. Вот вряд ли все это случайно. То есть, видимо, по какому-то своему промыслу Господь избирает определенные на земле места, которые дают очень много святых. Как будто вот сама земля рождает здесь святых людей, хотя понятно, что дело не в земле, а в особом промысле Божьем, как, ну, допустим, места Радонежские, где преподобный Сергий и его ученики, как Дивеева или Саров, Оптина, Пустыня, или гора Афон, или Святая Земля. Вот так же и Каппадокия, откуда был родом святой Георгий Победоносец, оттуда же родом святая Нина Равнопостольная, просветительница Грузии. Там же жили великие отцы-каппадокийцы, святители Василия Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий, Амфилохий Канизкий. И там же, кстати, родился преподобный Паисий Святогорец. И вот именно туда попадает святой Иоанн Русский. И, в общем-то, вот могут сказать, ну, а в чем его такой вот подвиг, в чем его такое особое делание? Ведь с внешней стороны он, его направляют в конюшню, где он постоянно заботится о лошадях. Но при этом вдруг все начинают замечать, что порученное ему дело он выполняет без какого-то ропота, без обиды. Он выполняет усердно, как будто вот сам Господь поручает ему это послушание. И при этом он твердо верен христианскому исповеданию. Он верен Христу, потому что поначалу-то его пытались склонить к принятию ислама. Его неоднократно избивали, его бросали в кучу с навозом. На голове у него жгли волосы, прижигали ему кожу. Но он вот проявил здесь удивительную такую твердость и неуступчивость. Вот вопрос их веры он проявляет неуступчивость, искреннюю преданность Христу. А в отношении порученных ему работ уже полная уступчивость. И даже другие рабы, которые тоже были из пленных, они смеялись над ним. Зачем ты вот так все это выполняешь? Но на это он совершенно просто отвечал, что Господь судил мне жить вдали от родины, на чужбине, находиться в рабстве. И это вот значит нужно для моего спасения. То есть он принимает это как неспосланное от самого Господа. И даже был такой момент, что хозяева его, они, обратив внимание на его трудолюбие, они ему предложили поселиться. Вначале он жил в стойле, там же, где и лошади. А потом они предложили ему переселиться в помещение рядом с сеновалом. Но святой Иоанн отказывается и говорит, вот где я поселился, там я и буду пребывать, потому что самое главное, что со мной рядом сам Господь. Вот он весь день проводил в трудах, ночью он молился. Часто ночью он получал такую возможность сходить в пещерный храм святого Георгия Победоносца, где он молился, и потом, поскольку, в общем-то, он своим послушанием вызвал расположение хозяев, то его по субботам отпускали в храм, чтобы он причащался святых тайн христовых. И на самом деле вот мы видим такую уникальную ситуацию. И, собственно говоря, вот в чем святость святого Иоанна Русского и в чем противоположность всем нам? Он никого не осуждает. Он не осуждает ни Петра Первого, который бросил его в плену, он не осуждает ни Туру, которые захватили его, ни своих хозяев, которые поручают ему многочисленные вот эти работы, и живет он рядом с этим навозом. Он не ропщит и не обижается, а принимает все это, как неиспосланное самим Богом, нужное для очищения его собственной души. И вот когда у человека внутри нет ни ропота, ни обид, ни негодования, то у него поселяется удивительный духовный мир в сердце, а тем более ведь он молится постоянно Господу, и вот так вот потихоньку сама его душа сподобляется благодати Святого Духа. И незаметно для внешнего ока святой Иоанн Русский достигает вот того духовного уровня, которого у нас, допустим, достигали преподобный Сергий Радонежский или преподобный Серафим Саровский. А это что за духовный уровень? Это уровень особого дерзновения пред Бога, особого молитвенного дерзновения пред Господом, так что ты можешь о чем-то Господа попросить, и Он тебя услышит. И об этом говорит такой вот интересный факт. Ну, конечно, в житии это описывается несколько так, с таким теплым, может быть, даже юмором, потому что однажды его хозяин, он получил возможность совершить хадж в Мекку, отправился, и пока его не было, то собрались его друзья, родственники, и жена вот этого Аги, она приготовила такое праздничное угощение для всех, и принесен был плов, только-только приготовленный. И вот она говорит Иоанну, как был бы рад твой хозяин, если бы ты его угощал этим пловом. А он тут же вдруг ей отвечает, вот дай мне одно блюдо с пловом, и я перешлю его своему хозяину. Ну, все посмеялись, дали ему плов и посчитали, что он сам съест или отдаст нищим, потому что часто он свою еду отдавал простым бедным людям. А он уносит это блюдо, ничего не сказав. В это самое время его хозяин Ага, находясь в Мекке, возвращается из главной мечети к себе в гостиницу, открывает дверь и видит, что у него на столе стоит блюдо с пловом, недавно приготовленным, еще идет такой вот пар дымок от этого блюда. Он очень удивился, возблагодарил Аллаха, так скажем, вкусил этого плова и увидел, что это именно из его дома блюдо, потому что там выгравирована вот эта вот печать, которая была на каждом блюде в его доме. Потом он привез с собой домой, и так вот обнаружилось это удивительное чудо. Оно о чем говорит? О том, что святой Иоанн Русский уже исходатайствовал, точнее обрел у Господа удивительное дерзновение молитвенное, когда вот точно вот он попросит, и это исполнится. И вот такие милости от Господа через него оказывались, и после этого действительно все стали почитать его за святого. для христиан это стало огромной поддержкой. Вспомни, это ведь было время, когда уже Византия давно пала, и турки, мусульмане господствовали над христианами, и поэтому когда поселяется здесь вот в Каппадоке удивительный святой, русский святой, то для всех это поддержка огромная, духовная поддержка, потому что получается, что с нами Господь даже при вот этих вот внешних притеснениях со стороны иноверцев. Но его, святого Иоанна, в этом городе почитают за святого и мусульмане, и армяне, которые тоже там жили, и многие пытались уже просить его каких-то вот молитвенных благословений. Уже хозяин предлагал ему вообще переселиться в дом, но он все равно отказался и по-прежнему продолжал жить в стойле вместе с конями своего хозяина. И прожил-то он на самом деле не так уж и много, всего лишь то он прожил 40 лет. Уже в 1730 году он почувствовал себя очень плохо, попросил пригласить священника, чтобы причастил его, а священник испугался идти в дом мусульманина и передал святые дары, вложив их в яблоко. Вот такое бывало, что когда гонения и христианские пастыри старались не афишировать свои таинства, церковные таинства, то бывало так, что святые дары тщательно прятались, и в данном случае святой Иоанн Русский перед смертью причастился святыми дарами, которые были вложены в яблоко. После этого он расстается с земным миром и проходит несколько лет. Он является во сне тому же самому священнику, который передал ему святые дары, и говорит, что мощи его нетленны. Действительно, пошли обретать его мощи, а похоронили их поначалу в том самом пещерном храме, куда каждую субботу его отпускали молиться. И, во-первых, увидели огненный столб над местом захоронения. Вот так же было, кстати, приобретение мощей святых Бориса и Глеба, страстотерпцев, первых русских святых, или когда обретали мощи преподобного Антония Печерского, первого святого монаха на Руси. Вот так же и мощи святого Иоанна Русского, первого святого, который... русского святого, который умер в чужой земле, будучи плененным, тоже они... Господь являет вот это свидетельство. Такой удивительный свет и явление благодати в виде огня над местом захоронения. Когда обрели мощи, то оказались они действительно нетленны, благоухали. и потом вот целая история с этими уже мощами, как бы вот новая жизнь уже святого Иоанна Русского. Понятно, что он на небе, но через святые мощи свои он являл много чудес. И потомки вот этого, его хозяина Аги, тоже получали помощь в раскрытии некоторых преступлений, совершенных против их рода, когда святой Иоанн являлся во сне и давал откровения. И действительно, откровение подсказывало. И потом бывали такие случаи, когда, допустим, он показывает одной христианке, как он поддерживает крышу школы, где дети учатся. И действительно, на следующий день происходит землетрясение, но никто из детей не пострадал. То есть святой Иоанн, он являл вот такую помощь, и очень многочисленная. И исцеление больных, и когда кто-то что-то пропадало, Иоанн обретали. И вот впоследствии, конечно, через сто лет пытались уничтожить его мощи, бросали в огонь, и он как живой восставал в пламени и обличал вот этих людей, мусульман. И они в страхе уже отступали. В 20 веке мощи его были перевезены на христианский, греческий остров Эвбея, где уже новый город Прокопион был выстроен, и там находится его мощь, и выстроен храм. И священник, когда совершал кождение рядом с мощами, он подумал, хорошо было бы получить вот то блюдо, которое святой Иоанн чудесным образом направлял в Мекку своему хозяину. И после этого приезжает одна гречанка, пожилая, которая говорит, что ей во сне явился святой Иоанн Русский и повелел среди старых вещей найти блюдо, которое когда-то ее отец привез из Малой Азии. Вот доставить это блюдо в храм на острове Эвбея. И оказалось, это действительно было то самое блюдо, потому что на нем именно та самая печать вот этого аги, то есть святой Иоанн совершал, ну просто вот какие-то явные чудеса. И когда мы сейчас готовили вот эту вот нашу видеозапись, я открыл священное писание и сам того не знаю, открыл на странице книги «Премудрости» Соломонова. И как только опустил глаза, я читаю тут же строки. «Тогда праведник с великим дерзновением станет предлецом тех, которые оскорбляли его, и презирали подвиги его». Разве это не про святого Иоанна сказано? Ведь его же вначале и презирали, и оскорбляли, и он служил им всю свою жизнь. «Они же, увидев, сметутся великим страхом и узумятся неожиданности спасения его, и раскаиваясь, и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в себе. Это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и притчи и поругания. Безумный, мы почитали жизнь его сумасшествием, и кончина его бесчестная. Как же он причислен к сынам Божиим и жребия его со святыми?» Я открыл этот текст совершенно случайно. В Библии хотите верьте, или хотите нет, но это все сказано на самом деле про святого Иоанна Русского, и сказано потому, что он действительно слышит и видит всех, кто к нему относится с искренним сердцем, но самый главный урок, который он дает, это вот не роптать на то, что происходит вокруг. Какие-то притеснения, кто-то нас оскорбляет, обвиняет, нам поручают какие-то несправедливые работы, но надо понять, что ведь рядом Господь. Он это поручил нам для спасения нашей души. Вот если мы это выполняем так, как выполнял святой Иоанн Русский, то мы будем вместе с ним, и дай нам, Господь, по молитвам святого Иоанна Русского обрести хотя бы малую долю терпения, смирения и любви. Святый Иоанн Русский, моли Бога о нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok